Христиане и вино Христиане и вино — это тема, которая, мне кажется, еще уходит корнями в самообразовании христианства. Для меня она также связана с непременным контекстом культуры, общества, в котором мы живем, в котором мы находимся. И мы живем в постсоветском пространстве, мы говорим на русском языке, хотя понимаем украинскую, белорусскую, другие славянские языки. И в этом пространстве у нас есть очень долгая культура, и даже не культура, наоборот, бескультурия, связанная с принятием спиртных напитков. Изучая историю, ты просто понимаешь, что правительство Советского Союза создавало специальные законы, чтобы люди могли пить спиртное, чтобы они могли пить спирт, были убраны обвинительные статьи, наоборот, смягчены преступления, если человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому люди считали всегда это приемлемым образом жизни, способом жизни. Люди уходили в пьянство от обыденной жизни, от тяжести, которые были в Советском Союзе. И в общем-то первый раз все это пришло, вот сама привычка даже насильно насаждалась еще с Петром Первым. Поэтому это не является исконно русским образом жизни, пить крепкие алкогольные напитки. Когда в нашу культуру приходит другое понимание о том, что можно пить вино каждый день, то возникают разные вопросы. Для людей, которые имели проблему зависимости к алкогольным напиткам или другие виды зависимостей, для людей, у которых нет внутри крепкого основания, у которых нет стержня, у которых есть действительно слабый барьер к тому, чтобы потерять над собой контроль, для них безусловно опасно просто принимать любой, наверное, спиртосодержащий напиток и в том числе вино.